какая-то страшная дикая русофобия ты мне обещаешь ладно тогда я тебе доверюсь я еще нигде не ел конечно же мы решили попробовать грузинские хачапури а что тут произошло чуть прям вообще да тут все порушено так доброе утро друзья новый день в грузии в тбилиси сегодня у нас пока что завтрак мы завтрака погода великолепно и не жарко не холодно так как нужно и сегодня мы отправляемся в старую столицу в первую столицу грузии и потом это еще не было название мне сложно запоминать находимся в отеле мы вчера в предыдущем выпуске уже прогулялись немножечко можете посмотреть а новые подписчики могут подписаться потому что у нас путешествие погрузит только начинается всем позавтракали и теперь настало время немножко поменять валюту а то выходим это дыма версии какой-то непонятной вроде все есть ничего себе позволить не может вот сейчас пойдем поменяем как раз покажем вам курс можно менять доллара евро рубли в общем любую валюту берут заходим в обменник деньги меняет без паспорта просто даете деньги и тебе ну его меняют чем вот курс если что 0 43 рубли ну и в общем сами все видите вот такой курс а если посмотреть туда там тоже есть банкомат курс такой же здесь меня там меня в общем везде меня в общем деньги поменяли я поменял пока что 5000 нам дали 215 лари и вот они вот они денежки денежки-денежки-денежки только местной валютой здесь не принимают деньги поэтому в принципе все обменники работают круглосуточно и нет проблем поменять да получается по центральному банку 1 лари стоит 22 рубля а нам поменяли 1 лари 23 нам уже в telegram в инсту подписчики пишут какие-то негативные комментарии по поводу грузии по поводу батуми многие были в тбилиси то что очень грязно много собак ну вот собаки например лежат они вообще никого не трогать никому не мешают антиагрессивный наоборот может подойти погладить там с нее как-то поконтактировать по поводу мусора мы вчера вечером гуляли я не могу сказать что здесь много мусора не помимо собачьих здесь есть еще и котики и котики бывает поинтересно расположен но моська у него конечно прикольная да также нам подписчики пишут в теле в инсту что здесь какая-то страшная дикая русофобия от которой прям мурашки похоже пока что не заметили заметили только одно что повсюду русская речь вообще везде поэтому будем наблюдать смотреть вас информировать поэтому там колокольчик лайк это все подпишитесь чтобы быть в курсе грузинских событий прогуливаясь по улочкам белиси можно найти вот такие надписи почему их не замазывают неизвестно а мы отправляемся на пцхету пцхета это один из древнейших городов грузии основан в пятом веке до нашей эры старый город лежит у слияния рек мадкваре и арагви так первая наша остановочка это да храм мусхетского чвари монастырь чвари вот здесь большая парковка туристическое место много людей много кто сюда приезжает мы сейчас тоже куда наверх поднимемся вообще красивое место и его видно даже когда по дороге едешь а отдельно всего и вот я вижу что машины подъезжают подъезжают популярные ну да это прям огромное такое туристическое место то что я вам сейчас показал вот парковка здесь сувениры про кого про прокат лошадей позади меня сейчас можно видать слияние двух рек ура которая делит тубилищ пополам нужно сказать река такого более темного цвета и арагви которая течет с козбека горная к получать она же такая бирюзовая с этой стороны можно взять где их слияние прям четко видно граница рек очень красиво получается мне очень нравится прям здесь такое место очень красивая очень такое атмосферное какое-то отсюда видно сказали да и город и слияние рек вообще сейчас находимся как бы на возвышенности отсюда в целом как-то я не знаю такое место где можно напитаться какой-то энергией даже удивительно что с нами нам что-то показ погоды можно сказать что не везет потому что до нашего приезда здесь было под 30 жара да а сейчас что-то дня опять будет как бы очень такая хорошая погода так что оденем уже наденем и сандалики и шортики все нормально ты мне обещаешь ладно тогда я тебе доверюсь в общем первую локацию смотрели было впечатляюще как обычно я люблю горы и подобные места и тут еще и слияние двух рек и я думаю вообще нас решает потрясающая а сейчас поехали дальше получили мы очередной заказ faberlic хочу вам сейчас показать что мы брали гель для профилактики устранения засоров концентрированный кстати соответственно его надо не пол бутылки выливать сразу же в трубу следующая отбеливатель кислородный к нему идет такая ложечка чтобы было удобно его оттуда черпать классная вещь универсальный спрей пятновыводитель хватает надолго перед стиркой по пшикали и видно как не бывало конечно же отбеливающая зубная паста для великолепной улыбки диффузор с палочками у faberlic очень приятные ароматы целая линейка прям вот серия крем-гели для душа они такие прям нежные нежные приятные вкусненькие ну а после душа вот такой вот крем для лица рук и тела он тоже очень нежный кожа соответственно после него тоже становится такая шелковая бархатистая приятная всегда берем его и целая коллекция чая значит detox вечерний и утренний и иммунити и energy тонизирующий это не то что чай это травяные сборы в пакетиках то есть они дозированные очень удобно заваривать классные вкусные и хорошее действие для заказа товаров faberlic ссылку оставляю в описании приехали в матьхету первая столица грузии пойдемте прогуляемся здесь такая парковочка мы заехали 2 лари парковка парковка большая в принципе все поместятся погода непонятная нестабильная на всякий случай кофточку взял пока что вроде футболки нормально пока ветер не дует нормально сейчас ветерок задует и обратно оденуся заходим второй город здесь повсюду просто повсюду одни рестораны и кафе ребята гуляем тихете и встретили здесь мороженое из вина представляете уже готова очень красивая кстати ну ладно за место завтра интересно рекомендуется ребят вам надо тоже пробовать обязательно попробуйте это говорю просто я еще нигде не ел не сильно сюда эту штуку офигеть просто чувствуется алкоголь чувствуется что все становится лучше жить приятнее пока нет надо надо еще по руку сказать очень понравилось да скорее да чем нет но нетипичное мороженое виноград виноград чувствуется да и виноград и коньяк ну такое ну да то есть вот если брать по крепости может куда-то что-то даже это очень необычно будете гулять в мацхете рекомендую попробовать ну просто хотя бы ради интерес потому что больше нигде кроме как в грузии вы такое не попробуете мы сейчас идем просто и говорим найти на какую тему мы сейчас супер туристическом месте а цены здесь ну прям я бы сказал низкие не знаю на каком уровне вам действительно просто низкие то есть там кофе рублей 100 стоит какие-то сувениры рублей 500 магнитики рублей 100 то есть я так понимаю в грузии очень дешево и это неплохо это прям радостно ну и вчера мы в кафе сидели посидели в хорошем ресторане даже сказал пять человек нас было мы объелись просто нереально напились вина ну не нажрались а просто выпили вина и даже там миза где-то около 30 процентов вообще не доели и счет всего лишь был в ресторане счет всего лишь на пятерых 50 долларов это примерно 3 тысячи рублей поэтому цены здесь очень очень приятные также цены на отеле прям греют душу так что если вы вдруг засиделись дома я рекомендую вам куда-нибудь отправиться в путешествие и чтобы сэкономить мы всегда оставляем ссылочки в описании там отели гостиницы апартаменты авиабилеты и туры все по низким ценам и все в описании бывает еще оставляю промо кодики дополнительно на скидочке поэтому отправляйтесь в новое путешествие и экономьте там давно давайте немного вернемся к русофобии я просто ну я так понимаю это сейчас очень важная тема поэтому это периодически будем поднимать давайте просто сейчас коротко и ясно где-то процентов 70 80 процентов русская речь поэтому я не знаю кто может кто-то это придумал наверное да или тот кто здесь не был ну потому что мы сейчас гуляем и кто-то говорил то что и был то есть даже там в телеграм-канале были люди кто писали о том что но они были в батуми они столкнулись какими-то вот такими ситуациями в батуми ну не знаю мне кажется грузия принимать столько туристов из которых русских русскоговорящих тоже очень много ну куда деваться то как кого там откуда выгоняют здесь все спокойно во первых здесь вообще очень много людей разных и нет никаких косых взглядов на русскую речь абсолютно то есть ты себя чувствуешь очень комфортно прогуливаемся вообще никакого дискомфорта нет все просто замечательно ну так же скажу удобно то что здесь все как понимают русскую речь также все и на ней говорят поэтому никаких проблем с коммуникациями нету в магазине вы можете по-русски свободно говорить вообще везде вы можете свободно по-русски говорить поэтому здесь все нормально имеется ввиду например да там соседние страны армения азербайджан да оттуда же люди тоже приезжают в грузию на каком языке они здесь разговаривают получается тоже на русском потому что как бы русские знают и здесь и там и там вот потому что если например армянин будет говорить по-армянски грузин его не поймет я так поднимаю ну и в принципе если логично подумать так логически то на русском же разговаривают не только русские еще и другие например если зайдет там ну там не за я не знаю любой какой-то другой не русский человек но он будет на русском говорить и его не обслужат это будет выглядеть на меня кажется максимально глупо а если ты зайдешь сначала по-английски будешь говорить об этом по-русски то что он будет делать поэтому ребят пока что это на уровне все мифа но мы здесь второй день будем следить наблюдать если мы столкнемся с таким конечно мы обязательно расскажем об этом сад нашли вернее ну чьи-чьи-то владения у нас тут вообще гранаты там дальше абрикосы или персики точно не пойму здесь виноград растет тут вообще сколько винограда посмотрите вот это мы удачно попали латы видел хоть раз как гранаты растут только что увидел первый раз значит поездка не зря у нас прошла вот они как растут гранаты причем мне кажется они уже но не мягенькие скажу да мягкие то есть еще где-то пару недель уже можно собирать потому что в октябре они уже падать будут продолжаем блуждать по узким мучкам нашли нашли свалку ну не свалку арт-объект назовем это так из бутылок и я слышал что если выпить здесь бутылку вина и положите здесь то будет счастье удача гуляли по улочкам и нашли вкусненький ресторанчик шашлычком пахнет ветра вообще нет погодка сегодня конечно прям шепчет очень приятно для прогулки погода зашли посмотреть что здесь есть это подсвечник из хинкали или мне кажется нет мне не кажется подсвечник из хинкали забавно красивая территория гранаты растут вот может быть мы победим здесь нет я просто еще не особо хочу есть в общем все проблемы место очень красивое вообще таиланд какой-то или вьетнам как будто бы в вьетнаме здесь очень здорово выглядит прям красотища вьетнамский стиль серьезные погода такая вьетнамская горы вот этот катерочек такие туристы и даже никто ничего не купил из сувениров вы какие-то не такие туристы вы ничего не хотите купить самом конце на опыте самом конце это в аэропорту обычно можно но в любом случае мы сейчас уже едем дальше а потом уже там в двилиси в старом городе можем купить что-то в общем мы заехали в ресторанчик давайте покажу вам какие здесь цены фасоль чаде сыр в общем смотрите умножаем на 22 и получаем рублей ну например шашлык из свинины стоит 260 рублей примерно и здесь вино коньяк бутылка вина 250 рублей примерно стоит местечко вроде неплохое находится неподалеку с хеткой здесь я смотрю очень пользуется популярность очень много людей и очень много столов и все едят вроде как вкусно сейчас мы тоже перекусим потихонечку стол наполняется это фасоль фирменная говорят очень вкусная так выглядит как соус даже больше ну давай пробовать кусочек лепешка лепешка она такая интересная очень тяжелая остренькая остренькая хорошо я люблю остренькая вкусно да то есть специи очень так к месту классно акула ту же си оливье ху накидывает это оливье да как у нас оливье или как будет другая также взяли салатик огурцы помидоры и ждем еще лодочку две лодочки еще шашлык у нас а вино мы уже можем попробовать кстати и я я думаю самое время взяли белого вина потому что красное было сухой мы взяли сегодня беленького вина давайте попробуем до такой легенькая очень легенькая ну белая крепче чем красная ну может быть крепче да но легенькая да я согласен вчера очень легкая была так у нас тут шашлычок шашлычок подъехал и сейчас кто-то его уже будет пробовать у нас нет свинина вкусно суховато нет нормально как в грузии да идеально как в грузии кажется что ты еще подъехать подъезжает новые вкусности это две порции еще это курица свинина здесь шашлык просто невероятно вкусный я даже очень сложно передать вкус он настолько приятный и насыщенный из всегда шашлык у них с дымком такой идет но самое интересное в том что здесь шашлык вообще не маринуют представляете и он очень вкусный получается да просто мы в калининграде живем у нас если продаются шашлык это обычно в каком-то маринаде ну а здесь маринаде просто никто не делал потому что мясо всегда свежие как бы не нуждается в каких либо добавках ну и конечно же мы решили попробовать грузинские хачапури потому что вот у нас делают по-своему но самый вкусный хачапури пока что мы ели в сочи в грузинском ресторане и сейчас попробуем это и посмотрим насколько отличается от от того сочинского я надеюсь что она не будет ему выступать правильно давай пробовать уже сразу думаю до ждать уже нет смысла а почему надо батуми есть хачапури по-аджарски а здесь то есть там это как бы у них традиция традиционно а здесь по-амеретински яйцо и масло мы перемешиваем чтобы это все вместе в общую такую субстанцию я смотрю здесь урок такой творожный да да бывает когда тянется да но еще многое зависит от самой лепешечки от теста очень мягенькая и такая это очень хорошо неплохо это хорошо тесто самое вкусное мягкое такое все очень гармонично влад первый раз поел хачапури по-аджарски вот первый раз представляете никогда человек не ел хачапури по-аджарски как же как как раньше жил я не понимаю ну просто я не только началась как вычисление вкусный вкус хочется еще горит вкусные . горится думал что я объелся уже ничего не хочу но когда как устоять как следует распогодилось мы как следует объелись мы там как обычно половину не доели потому что хочется хочется все попробовать побольше заказать того попробовать этого попробовать в итоге ты вроде много на заказал но все не можешь никак съесть поэтому просто я чувствую мы концу грузинского нашего путешествия пополним свои килограммы где-то так на 3 как минимум я тоже не планирую поэтому надо больше ходить и больше пить потому что вина пить больше естественно потому что у нас небольшая передышка в отеле такими потрясными видами это просто нереальное что-то блин как же здесь здорово смотри там шар летает но этот шар получается он вверх поднимается и потом опускается вниз то есть такого своего рода аттракцион получается может быть мы тоже прокатимся но конечно только в хорошую погоду над этим заниматься вчера погода точно не подходящий сегодня уже вот более-менее нормально мы немножко передохнули в отеле посидели расслабились и теперь время вечерней прогулки и нам надо наверное может что-то купить или где-то посидеть пока что еще не определились но я думаю сейчас по пути определимся давайте проведем опрос кто что хочет проводим опрос кто что хочет вот что бы ты хотел сегодня за вечер а на воздушном шаре хотел бы покатить воздушный шар вот это так ладно ладно голос учтен давайте дальше ты бы что сегодня за вечер хотела ну что ну чтобы ты хотелось просто чего нибудь чего погулять до до мостик бы я бы тоже подошла оля ты бы чего хотела сегодня на мост ты на мост ну ладно пойдем на мост такие желания у нас чем идем вот во вторую часть старого города потому что вечерком мы по одной уже прогулялись вчера сейчас прогуляемся еще здесь но солнце уже конечно блин жарко да во первых во вторых солнце уже падает так что вот тут я хотел сфоткаться но чё-то пока что будут такие слишком засвеченные фотки может чуть попозже сейчас погуляем и будет уж такое предзакатное время предзакатное время кстати самое лучшее для фотографии по старому городу очень медленно примерно 100 метров в час потихонечку фоткаемся смотрим различные места локации находим где сделать классную фоточку вот например например вот например вот влад нашел офигенное место для фотолокации он такой типа вот супер такой еще сексе стоит такой типа красавчик но при всем при этом я не совсем понимаю мы же в грузии находимся мы находимся в грузии слушай но я не знал что в грузии так любят украину и тут везде что-то украинское почему я не понимаю даже вот на рамки для номеров покупают честно ребят я не понимаю в чем прикол а это даже наклейка на рамку но это просто трендят я думал тут побольше все-таки грузинских флагов хочется увидеть я все жду пока я проголодаюсь вообще я хочу уже вида попить давно но я пока терплю надо же погулять посмотреть достопримечательности но в горле уже пересохло пока что солнце нам все засвечивает поэтому просто пока что ждем когда она уйдет все равно виды красивые распогодилось я блин взял кофту в ней жарко я не взял очки и хожу щурюсь и мне жарко в общем я жду когда уйдет солнце забрались на скалу гуляем вверх здесь чего-то у кого-то обрушилась очень много почему вот здесь еще за позади тебя еще я прям сейчас вижу раз два три четыре здания а что тут произошло чуть прям вообще да тут все порушено так очень колоритно ну не знаю на эту часть старого города чтобы здесь переделать все как-то да чуть на скале тут прям конечно хорошенечко все подпаду шаталась не знаю почему надо в новостях почитать вроде находимся в грузии но частично можно себя почувствовать где-то в российской глубинке например прям сейчас да есть такие конечно отблески советские вот например сейчас мы в кадре видим и вот это то ли это пансионат то ли это отель старый то ли это жилой дом что вряд ли скорее все отель но выглядит он конечно так удручающе немножко слоняясь по проселкам и улицам и зашли просто магазин и смотрим цены и честно в шоке это лайм наверно кока-кола стоит 30 рублей представляете маленькая а большая стоит 360 это 770 70 рублей большая полна две сотки или больше стоит есть какая-то кола with coffee и не подумайте то что я сейчас рекламирую кока-колу просто я в шоке у нас нет это мы зашли кстати в кэрифур и вот например цены на вино 200 рублей 200 рублей 200 рублей там в основном 200 рублей за бутылку вина здесь ну там 300 и конечно есть и подороже но в целом за 200 300 рублей можно купить бутылочку вина подороже давайте попробуем найти подороже вот 400 и самая дорогая самая дорогая 400 рублей что 500 кинзамараули там какой-то супер-супер-пупер 500 рублей за бутылку прикинь у нас таких цен у нас мион у нас от 500 ну я сейчас не совсем понял что произошло мы купили водичку и энергетик за 50 рублей грубо говоря даже чуть меньше я просто подвожу к тому что в калининграде это будет стоит рублей 150 или даже 200 ну примерно 150 200 рублей да и вообще мы сейчас ну это под любой другой да я веду к тому что мы сейчас погуляли по магазину и цены заметно ниже чем калининграде я могу я не могу сказать что по россии могу сказать что по калининград тоже калининграде цены не то что европейские а выше чем европейский потому что когда мы были в европе на передать жить дорого как в дубае ребят гуляем дальше в подворотни какие-то зашли короче мы потерялись просто потерялись гуляем не знаем что делать куда пойти вот направо или налево направо или налево ого кажется налево там закрыто все кажется это поворот не туда надо убегать быстро влад куда нам мы потерялись потерялись типа местную же знаешь ольта постиралась сам нет там песня про тебя туда должна танцевать и не пить тебя там чаще хотя бы все твоя песня закончил твоя песенка спета ну еще трезвые кстати если что по каким-то непонятным причинам это в обед мы выпили бутылку вина все на одну время посмотрите время 7 часов и мы еще трезвые я я вообще не понимает чем мы занимаемся везде слушай может нам длину без алкоголь не давали ну может быть кстати ну да может просто виноградный сок наливают вот теперь открывается совсем другие виды на старый город и как раз таки можно будет сейчас прогуляться по нему ты готова готова это сделать ты готова съесть хинкали и закусить вино выпечать что забудет кальяном и потом все это за кусить качапури из шашлыка есть и сегодня вообще больше не готова мне кажется может быть что-то маленькая очень кусочек сыра или килограмм шашлыка я не вообще не могу есть хотя я съела немного я съела три таких кусочков шашлыка попробовала ложечку фасоли и что еще было и хачапури попробовала буквально ну и что-то я наелась прям вообще так что у меня это пониженный режим короче пока что у нас немного странная наверное прогулка получается но сейчас самое время наконец-таки прогуляться по старому городу возможно уже чего-то там где-то может сесть что-то там найти может перекусить или выпить или покурить кальянчику в общем сейчас прогуляемся по старому городу может это сувенирки зайдем посмотрим что там продают какие цены муж какой-то винный магазин еще можно зайти посмотреть что по ценам да поемте слушая ты не знаешь почему у нас на видео так мало лайков ну наверное потому что хейтеров у нас много очень они не ставят ребят ну поддержите нас лайкосиком но поставьте 1 2 3 лайки и по 50 комментариев каждый будет много что нормально несколько аккаунтов заведите себе и каждый раз нескольких аккаунтов ставьте лайк ладно погнали дальше а мы идем гуляем и я понимаю что настает время ужина но я не хочу есть но мне нужно есть потому что здесь вкусно и я не знаю что с этим делать ребят подскажите комментарий что нужно с этим делать может просто нужно силком есть ли они кто хочет есть никто That хочет ли что нам делать время ужина просто а мы не хотим есть может надо пробежаться или как быстренько калорий сбросить как и обещал заходим сувенирную лавочку магниты по 65 рублей это вообще до 100 рублей там практически бесплатно разные магнитики мы уже короче нашли один магнитик но мы его тогда не купили теперь 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 да теперь мы жалеем всякие гранаты он продаются сувенирки бутылочки очень красивые очень красивая блин будто кажется я куплю эту бутылку она очень я не могу сдержать себя я не знаю пока что соло 40 лари это примерно 850 рублей да не знаю я хочу купить все я люблю сувенир выбирать ну не знаю у меня какой-то бдик на тему ключики свисточки я помню влад ключики собирал вы до сих пор собирать ключики я помню вы собирали раньше ключики носочки носочки с хачапури забавно круто футболки разные это для рыбаков подойдет кружки кошелечки мягкие игрушки там тоже посуда начинаем прогулочку по старому городу здесь вайн-шоп и почему-то мы туда не заходим почему я не знаю мы проходим вайн-шоп там же мы сейчас не будем покупать вино можно просто сесть и найти какой-то бар сесть туда уже расположиться как ты мне обещаешь ладно пойдемте дальше ой 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 что я там вижу наверху пойдемте дальше посмотреть время вот сколько время около 8 часов пока что тут тишина пока что никого я думаю сейчас мы тут прогуляемся и все-таки куда-нибудь сядем пока что тишина но ближе к 11 12 здесь конечно тусовка хорошая а ну вот здесь видите проходим дальше и тут уже так весьма тусово я бы сказал говорят даже вкусный в общем здесь прикольно красиво и даже уютно и вкусно пахнет и даже музыка пока что не орет это меня это радует мне нравится хорошие местечки я думаю может где-то похоже да музыка начинает орать похоже но в целом весело смотри внутри тоже как бы классно я что-то особо внутрь и не заглядывал что-то потом здорово да прям очень крутые заведения да здесь прям какой-то музейчик с картинами ладно пойдем дальше а то дети потеряются нашли новое местечко называется мейден базар и здесь очень смотри наверх так тут что-то много всего интересного продается я вот смотрю и кантмейте картины до очень 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 крутой магазин то я имею ввиду то как он сделан на о мечи или это эти кинжалы кинжала да обалденно выглядит рог давайте посмотрим сколько рог стоит 25 рог стоит 25 например 500 рублей на 20 на 23 умножайте мне просто на 20 проще я всегда на 20 умножаю на самом деле надо на 23 но на 23 меня в математике не учили поэтому я на 20 умножаюсь ну тут реально хендмейт да карета тоже хендмейт а карет продается карет с кольчугой круто здесь и различные напитки можно купить вино чача все что угодно вроде даже медовуха какие-то интересные напитки смотрите апельсин я забыл я забыл да форма хемали наверное мед блин вот вот что-то подобное я попробовал например цифрусовое это на и как понимаете цифрусовая чача скорее всего 40 градусная обалденная а для тех кто любит побольше здесь уже все есть трехлитровый . вина вот моя рука по сравнению с ней если вам мало то есть 5 литровая вот моя рука и я ее не смогу даже поднять мне кажется придется как и что-то большое ну транспортировать как-то другим методом 2 тусовочная улица ощущаешь себя немножко на волкин стрит но на самом деле нет просто классная такая узкая улочка с красивыми огоньками с барами и ресторанными кафешками заведениями разными и клубы даже есть и по моему даже стрип бара есть в общем здесь все есть для вечернего отдыха но мы ищем такое более релакс местечко где к знаете будет спокойная музычка играть и о-о-о ну все сейчас влада точно цапнет сейчас будет кусь сейчас будет кусь вот сама просто боится что господа тусовщики вы решили куда мы идем кажется никто ничего не решил опять приходится все не решать не колоритно она не говорила еще этого ни разу ладно поглазь собаку в честь этого придется гладить собаку влад она хотела она хотела чтобы ты погладил ее ну смотри она хочет погладить зашли на знаменитый мост гуляем по нему смотрим все светится все красиво поток людей большой я даже не ожидал прикольно такой мостик он шатается по нему идешь тебя влево вправо болтает шатает даже немножко страшновато как мы зашли в какое-то туристическое место вот с такими обалденными видами на крепости ну и цены соответственно уже пиво 7 лари вино у нас по 50 лари за бутылочку понимаете сами да кальян 50 лари еда там сколько у нас один хинка хин один хинкали 1 и 3 вижу салаты по 20 то есть ценник ценник в среднем в два раза выше нежели вот мы ели в других местах я правильно понимаю ну да наверно ну хинкали кстати я не знаю сколько везде стоит я знаю точно что в грузии они стоят два в три раза дешевле чем в россии а вот сколько в других заведениях были хинкали я просто не смотрел по цене поэтому шашлык 18 шашлык 18 мы сегодня ели по 13 лет по 10 надо здесь подороже но за туристическое ну да я на себя городка я надеюсь единственное что нам качество быть нормально вода за проверим ну да в общем мы травим организм потихонечку пересели потому что что прохладно как-то стало сидим влад влад уже такой сидит ну когда же мне передадут кальяне сидит и ждет ждет кстати я взял пиво попробовал прикольный о супер нам все принесли несут правда здесь очень долго наверно минут сорок уже снара сидим так что мы такие немного видите под под грустнули уже но виды не дают грустить посмотреть какие виды ой 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 какие у нас виды влад дегустирует хинкали с сыром взяли взяли с сыром и с мясом говорит что неплохо ну судя по всему как он быстренько его плетает я думаю вкусно творожный сыр они тягучий да так оля дегустирует неплохо так я начинаю переживать по поводу этого сведения не знаю вроде неплохо вчера не были вкуснее тут тесто толстое посидели мы в этом заведении и поняли лишь одно не все заведения так хороши как предыдущие которых мы были и поняли одно я даже какие-то оценки не буду давать этому заведению ну просто мы больше туда не пойдем и все ну очень плохое обслуживание кальян отвратительный дождать очень долго дольше чем вообще можно подумать но в целом очень толстое тесто ну да в общем местечко такое туристическое на один раз потом ты понимаешь что тебя больше туда не надо а мы решили прогуляться по вечернему тбилиси мы еще здесь не были решили на верх немножко подняться тут вроде как такие интересные местечки красиво ну сейчас я думаю чего-то найдем чем интересно гулять по таким улочкам что-то вроде такой ходишь бродишь везде какие-то арт-пространство такой хоп идешь тут то ли кафе то ли галерея даже сам не понимаю что это но ходишь и во все места хочется заглянуть на видео уже пока пока мы там сидели там сидели сям все закрывается поэтому так вознагомительных целях нифига себе трещина смотри какая на доме огромный причем дом жилой да дом жилой обалдеть просто трещина такая мощная я думаю все-таки следующий день какой-нибудь надо все-таки сюда идти потому что здесь как-то вроде по по цивильнее можно так сказать играет музыка много людей в ресторанчиках сидят а мы что немножко мимо мимо пошли котик нас провожает вон котик смотрите все нас немножечко проводил пойдет час домой уже да все пойдет иди домой там твой дом чтобы он с нами не ушел просмотрите сколько русских отдыхает мы сейчас гуляем вот машина русская вот машина русская ну в общем то практически все машины на парковке русские шли винный я вам хочу показать разное винишко здесь абсолютно разное можно найти и ценовая политика и чаще это понимает это дегустация есть можно что-то попробовать и красные вина и гристые я смотрю кстати надо будет какой-то грузинская игристые попробовать потом очень интересно будет потому что могут просто копьем прекрасно здесь цены и 50 есть и 10 и 20 и 100 в общем ценовая политика абсолютно разная потихонечку вот знакомимся с грузинскими винами сейчас вот выбрали какой-то бутылечек я думаю подойдет сейчас мы как раз здесь прямо откроем да потому что я не знаю где мы откроем здесь ребят я не знаю видно не видно вам но мы сели на крышу нашего отеля нам можно вот и мы сидим если такие так тут же у нас виды не хуже чем в ресторане просто шикарно мы взяли бутылочку беленького вина сейчас ее испробуем и пойдем спать потому что завтра мы в кахетию поедем надеюсь что сегодняшний выпуск вам понравился вы поставили лайкосик и подписались на канал если вдруг не подписаны а мы ждем следующего дня чтобы показать вам самые крутые места грузии всем пока пока фантазии